коллектив всех приветствую еду сегодня на дело на почту едем на почту друзья сегодня получать посылочку блин одной рукой как это все неудобно еду друзья в общем на почту получать посылочку и от моих друзей из города киров ладно сейчас приеду все покажу наверх доехал я ребята до нашего отделения почты сейчас пойдем получим нашу посылочку я вам все подробно покажу странно тут у нас все не как у людей перерыв как видим 13 до 14 приехал я в час а тут у них как раз обед так что пришлось возвращаться домой сейчас второй раз уже можно сказать вот за день приехал так чистенько культурно оказывается друзья у нас почта россии банковские карты для оплаты наложенного платежа не принимают что придется сейчас ехать банкомат снимать денежки возвращаться снова короче геморрой сегодня у меня понедельник что все понятно ладно едем в банкомат так ребята приехал с почты вот мы имеем такую посылочку чтобы взять ее чем распечатать посмотрим что на наши друзья прислали подготовился ножик не взял так стамеска в помощь так это у нас цвет я так понимаю запасная это вот как я вам и говорил друзьям не подарочки наверно положили ну и переходная переходной крепеж визитные карточки поближе сейчас друзья все вам попозже покажу диски сцепления но и самое главное сам редуктор друзья вот такого плана вот такого плана редуктор ребята для двигателя лифан редуктор хода уменьшитель один к двум плюс автоматическое сцепление газу дал и поехал так ну и предоставили мне это друзья фирма двигатель или фан как можете видеть номер телефона лифан 43 вконтакте набираете наверное группа вконтакте лифан 43 пожалуйста обращайтесь ребята комплектуют двигателя все полностью широкий ассортимент двигателей от двух до 27 лошадиных сил вариаторы сафари понижающие редуктора расходные запчасти комплектующие для сборки ну и представителю бонус еще раз так что огромное спасибо ребятам лифан 43 за предоставленные подарки за предоставленный редуктор цены я бы сказал среднее по россии так сказать недорого недешево вроде недорого доставка вот мне буквально пришло за пару дней за два за три дня так друзья этот редуктор я купил для своей собственно вот этой самоделки это я делаю пионерку чтобы можно было ездить по узкоколейной железной дороге для нее у меня был приобретен двигатель лифан сделал я здесь уже такой понижающий можно сказать редуктор как видим с двигателя идет на шкив временная передача здесь передается на звездочку цепь и на большую звездочку ищу в общем практически все уже доделано но ставлю там ремень в общем все уже подогнал сделал ремень поставил сделал хоть хотел сделать натяжение роликом как бы сцепление натяжение роликом но проблема у меня заключалась в том что были очень большие обороты и не хватало можно сказать мощности этого двигателя но и обороты в основном огромные были поэтому был приобретен вот такой вот редуктор как я вам показывал уже ранее сейчас установлю этот редуктор на двигатель вся эта площадка маленько куда-то отчета наверно сместиться ну ладно тут переделаем это не проблема и теперь мне не надо будет мудрить уже с натяжением цепи ничего завел газу дал и поехал вот таким вот способом я решила эти проблемы устанавливаться все очень просто располовиниваем редуктор на 5 болтов которые идут в комплект и прикручиваем вот и все сейчас сюда ставим шкив так вот у нас тут уже проблема тут шкив внутренний у нас на 20 овал больше 20 шпонка уже идет толстая ну да вот собственно вот под эту шпонку тут что придется съездить еще другой шкив купить или этот растачивать сейчас сюда сразу залью масло итак ребята собрал я установил редуктор на двигатель сейчас попробуем запустим его посмотрим туда как так ну вроде бы нигде не мокрее там сопливик ну ладно что как найду шкив или перетычу этот возможно не знаю включусь покажу что из этого получится итак друзья доделал я свою самоделку свою пионерку уже забегая наперед скажу что уже ее испытал уже заработала на свои первые деньги так сказать отбивать уже на себя начала уже вывезла несколько сот килограмм хотя на видео это не попало первое испытание не стал снимать так как ездил ночью так ребята расскажу поближе вам о конструктиве своего изделия как и чё у меня здесь реализовано так начнем с ходовки сделано на ободах от ТЖК с одной стороны приварен прут восьмерка вместо так сказать чтобы отбойничек диска был повыше с другой стороны все осталось так как оно и есть единственное что еще не доделал с колесами не хватает у меня трех гаек на оси в общем одна гайка только стоит трех нету как бы на рельсах она стоит никуда рельса не дают колесам смотаться так сказать съехать но желательно бы конечно гайки найти если кто-то меня слузы смотрит и у кого-то есть эти гайки в общем ребята кому не жалко пожалуйста свяжитесь я даже возможно за какие-то там деньги у вас эти гайки приобрету так как в магазинах этих гаек нету с левой резьбой как знаем тут они у нас насколько на 16 наверное на 18 с левой резьбой нету этих гаек в магазинах у меня тоже так как я уже с ИЖКами уже давным давно не дружу в общем этих у меня гаек тоже нету как показывал уже ранее двигатель у нас лифан 6 половиной лошадей с понижающим редуктором нашел я токаря здесь у нас который мне благополучно переточил шкив на 22 и перерезал канавку под шпонку на 7 площадку пришлось под двигателем сантиметров на пять сместить в общем площадка осталась та же ремень встал как родной натяжка обалденно даже можно еще ремнем двигателем можно еще натянуть так как есть там прорези площадке чем это все дело еще можно регулировать здесь у нас переходит на цепь и уже цепная передача и жесткая и жесткие звездочки натяжник комбайновский сиденье сделал такое блин сначала думал в общем что займет полезное пространство как говорил уже но оказалось что это вполне хватит места грузового так сказать отделения вполне достаточно даже если тут ложить рельсы накладки там еще что-то вполне достаточное место допустим если там нашел несколько рельс рельс можно выложить борта рельсами ну а здесь в середину грузить уже мелочь как бы по железной дороге ям кочек особо как бы сказать нету конечно так что ничего это никуда не девается в общем испытал как бы нормально может там есть какие-то небольшие нюансы но нормально длинные рельсы прокладываются сюда на проход мелочь укладываться там сзади так дальше что у нас с тормозами разберемся не без них конечно долго я тут думал как и что мне здесь реализовать по концовке все таки остановился вот на такой схеме здесь у нас вот такой ручник нажимаем на ручник и здесь на такой качельке уже двумя тягами передается распределение силы на колодки сделал самодельные колодки полностью одинаковые они у нас сделал их из колодок от уазика в общем только на другую сторону наклепал накладки газоновские накладки толстые довольно наклепал обрезал их с одной стороны жесткая тяга с другой стороны демпферная на вторую колодку чтобы более-менее равномерно нагрузить обе колодки так сказать так как если бы были обе тяги жесткие то равномерное прижатие колодок к колесу у нас бы не получилось сделал такой сварил полик из прутьев из шинок из прутьев также защита для ремня ну и вот собственно все по конструкции телега сделано так что по размерам она в аккурат входит в мою телегу вазик вообще прям в притирочку старался сделать так чтобы она получилась ну и собственно все итак ребята показываю как это все работает что за первое вонючал итак 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 ну и вот собственно как это все работает вот так, вот так, вот так. вот так вот друзья это все работает все едет верю осталось только такие мелочи что закрепить колеса на осях как бы надо и собственно и все видео ребята это затянулось конечно смысле по съемкам сейчас я данный момент лежу в больнице как наверно многим известно с клещевым энцефалитом в общем осталось лежать мне наверное еще дня три там будет видно в общем анализы придут результаты анализов будут известны и тогда все прояснится назначат еще какое-то лечение или же будут готовить к выписке ну что друзья на этом как обычно не подписываемся на канал не ставим лайки не комментирую всем огромной удачи счастья здоровья и пока